В эфире Биржевой помощник. Все о работе финансовых рынков. В студии Ирина Нестеренко и Евгений Слесарев, инвестиционный консультант компании Фибогрупп. Сегодня мы говорим о валютном рынке Форекс. Как он работает, какие события оказывают на него влияние и как на всем этом можно приумножить свой капитал. Начнем с самого определения, что такое Форекс, когда образовался этот рынок и чем на нем торгуют. Международный валютный рынок Форекс появился в 1971 году. В том виде, в котором мы его знаем и по сегодняшний день. Хотя формирование рынка происходило в течение нескольких лет благодаря различным политическим и экономическим событиям, которые происходили в мире на тот момент. На сегодняшний день это рынок обмена свободно конвертируемых валют. Рынок, на который имеют выход в первую очередь все центральные банки мира и несколько крупных коммерческих имен. И вот здесь мы с вами подходим к тому моменту, что сегодня валюты основных развитых стран не являются обеспеченными золотом. Что такое свободно конвертируемая валюта, встает вопрос. Это валюта, сила которой определяется рынком и экономикой страны, кому эта валюта принадлежит. Соответственно, если экономика работает хорошо, если она показывает рост, если мы видим приток инвестиционных капиталов в эту экономику, если мы видим доверие инвесторов, то национальная валюта становится привлекательная и дорогая. В противном случае мы видим удешевление национальных валют. Яркий пример происходящего события в Российской Федерации, когда есть определенные недоверия инвесторов к национальной валюте именно Российской Федерации. При этом это не значит, что у государства много или мало золота. Это не значит, что государство стоит на каком-то пороге кризиса, дефолта может быть. Это как раз-таки в первую очередь проявление настроения большинства инвесторов, экономически заинтересованных в работе данного государства. То есть это пришло со временем к этому, что валюта стала конвертированной, потому что изначально же это была другая немного политика. Да, безусловно. Безусловно, все знают о том, что раньше существовало понятие золотого стандарта. То есть национальная валюта государства полностью обеспечивалась золотом. И если посмотреть исторические сводки, то, скажем, тот же самый царский рубль, он был полностью обеспечен золотом. Британский фунт до 1944 года тоже был полностью обеспечен золотом. В 1944 году происходит первое изменение, когда валюты отвязываются от стоимости золота и привязываются к стоимости доллара США. А доллар США на тот момент становится полностью обеспеченным золотом. Мир переходит в так называемую Бреттон-Вудскую валютную систему. И следующий этап, 1971 год, когда происходит очередное изменение финансовой политики, и мир переходит в ямайскую валютную систему. Потому что именно в Ямайке прошло заседание глав крупнейших государств, и они приняли решение о том, что национальные валюты должны быть обеспечены в первую очередь силой своей экономики. С одной стороны, это является таким показателем доверия государству, но с другой стороны, мы понимаем, что не всегда это справедливо. Здесь появляется момент какой-то спекулятивный, момент настроения большинства толпы по отношению к данному государству и к данной валюте в том числе. Но вот сегодня на Форексе это какие в основном валюты? К свободно конвертируемым валютам мы относим валюты практически всех развитых стран. В первую очередь мы можем вспомнить основную семерку, большую семерку. Это Соединенные Штаты, доллар США, основная резервная валюта при этом, Единый Европейский Союз, евро это тоже свободно конвертируемая валюта. Ну а далее британский фунт, японская иена, Канада, Австралия и дальше идет по убывающей. В прошлом году российский рубль был полностью объявлен свободной конвертируемой валютой. Государство отказалось от административных методов управления стоимостью и перешло к рыночным, когда стоимость стала определяться спросом и предложением. Хорошо это или плохо для Российской Федерации? Я думаю, имеет смысл поговорить об этом немножко позже, к чему это привело и какие могут быть еще последствия. Но тем не менее рубль действительно стал свободно конвертируемой валютой. Исходя из этого, в рублях уже есть возможность расчета при каких-то взаимодействиях России, скажем, с Китаем, с Ираном и с другими странами-партнерами. То есть, с одной стороны, это большие возможности открывают какую-то свободу действий? Безусловно. Возможности, свобода действий абсолютно верно. Свобода ведения экономических взаиморасчетов, свобода роста, экономического роста. Потому что к этой валюте уже есть определенный интерес, доверие. И в этой валюте интереснее хранить собственные сбережения и население в том числе, если эта валюта достаточно устойчивая. А если же валюта не свободно конвертируемая, то она привязывается обычно к стоимости основных резервных валют. Это либо доллар США, либо на сегодняшний день стандартная процедура, когда валюта привязывается к мультивалютной корзине, в которую входит доллар США и остальные свободно конвертируемые валюты. Евро, британский фунт, японская иена, но уже в какой-то пропорции. Получается такая корзина, к которой привязывается национальная валюта. Ну вот яркий пример, опять же, Китай, который, в общем-то, привязывает свою валюту не к доллару США, а к мультивалютной корзине. Вот если мы рассмотрим какие-то события уже с начала этого года, то какие в первую очередь можно выделить? События, которые именно влияют на этот рынок? Ну, этот год начался достаточно активно на валютном рынке, потому что прошло сразу несколько заседаний центральных банков, мировых центральных банков. Это и заседание Федеральной зерновой системы Соединенных Штатов. Это крупнейший центральный банк, который, по сути дела, выпускает доллары США, корректирует количество долларов США в экономике. Не менее заметным было заседание Национального банка Швейцарии и, безусловно, Европейского центрального банка. Вот это три важных события, которые произошли буквально за первый месяц этого года. И я думаю, что они очень значительно повлияли. Это можно увидеть в том числе и на валютных рынках. Произошли серьезные изменения, серьезные движения на валютных рынках. Но они начали происходить еще в ожидании всех этих событий. То есть, получается, активность рынок приобретает, когда только ожидают, когда какие-то слухи появляются. Безусловно. Весь финансовый рынок живет по принципу «покупай слухи, продавай факты». И валютный рынок в этом смысле ничем не отличается от всех остальных. Мы с вами ждем какое-то событие. Мы, я подразумеваю, инвесторов, спекулянтов, которые работают на рынке. И, соответственно, эти люди начинают готовиться к данным событиям. То есть, если они ждут, что будет принято какое-то решение, важное решение, которое повлияет на стоимость национальной валюты. Допустим, они ждут, что доллар США будет укрепляться. Соответственно, они начинают доллар США покупать заранее, не дожидаясь выхода этого события, не дожидаясь, как пройдет заседание Центрального банка. То есть, они берут такую фору во времени для того, чтобы подготовиться. И когда происходят события, когда объявляют о том, что решение принято, и действительно это будет поддерживать доллар США, инвесторы уже сидят в этой валюте и имеют определенное преимущество по отношению к тем, кто совершает действия непосредственно на самих событиях. Но вот все-таки они же, тем не менее, бывают и неожиданными для многих работников финансового банка. Если бы все события, которые мы ждем, совершались именно так, как мы ждем, то, наверное, и биржа бы не существовала. То есть, самый интерес в этом, да? Безусловно, интерес именно в том, что скажут, как скажут, примут ли действительно такое решение, как мы ждем. Или, может быть, решение будет абсолютно неожиданным, таким, как никто не ждал. И вот я говорил о том, что в этом году было заседание Швейцарского национального банка. И решение, которое принял Швейцарский национальный банк, было максимально неожиданным. Максимально неожиданным для основного круга финансовых игроков, участников финансового рынка. Это привело к очень сильным движениям на финансовом рынке, в первую очередь, связанным со швейцарским франком. Почему такое решение было принято? И почему другие стороны, трейдеры, в частности, все-таки не ожидали этого? За каких причин? Ну, имеет смысл тогда начать с того, что любой центральный банк – это максимально консервативная структура. Они придерживаются строгих каких-то правил, они редко меняют свои правила, они живут по традициям, которые задавались, особенно, если мы говорим о европейских центральных банках, таких как Швейцарский, Банк Англии. Они живут по традициям, которые задавались еще 100-150 лет назад. И вот эта консервативность, она как-то приучает игроков к тому, что ничего резкого не произойдет. Что все будет так, как банк задал 5-10-15 лет назад. И когда происходит резкое движение, то это вот такая неожиданность. Что произошло в Швейцарии? Ну, после кризиса 2008 года крупные инвесторы стали так или иначе прятать собственные средства в Швейцарии, поскольку все знают, что такое Швейцария. Швейцарский франк – это валюта-убежище, в которой выгодно пересиживать какие-то неблагоприятные моменты. Как результат, швейцарский франк в такие моменты начинает резко дорожать. И это наносит удар по экспорту Швейцарии, по сельскому хозяйству в первую очередь, во вторую очередь по часовому производству в Швейцарии. Да, ведь что мы еще знаем о Швейцарии? Именно вот две такие вещи. Ну и еще туризм. Так вот, эти сферы стали страдать благодаря тому, что швейцарский франк дорожал слишком быстро. И тогда Швейцарский национальный банк принимает решение, это происходит в 2011 году, о привязке собственной национальной валюты к единой европейской валюте. Задается отметка 1,2 по отношению к единой европейской валюте, ниже которой значение не может опускаться. И вот такой уровень Швейцарский банк поддерживает в течение последних четырех лет. Биржевая толпа, биржевая общественность, многие банки очень сильно привыкают к тому, что швейцарский банк не будет отпускать собственную валюту. Они позиционируют уже на то, что швейцарский франк не будет дорожать. И, в общем-то, на этом строят какие-то свои стратегии, свою финансовую политику в том числе. Привыкают вот к такой стабильности. Ну, а дальше необходимо понимать, что происходит в Европе. Если в 2011 году единая европейская валюта была относительно крепкой, мы видели какой-то рост европейской валюты по отношению к доллару США, по отношению к другим валютам, то на сегодняшний день политика Центрального банка, Европейского Центрального банка идет на развитие инфляции в Европе. Соответственно, запускаются различные программы, которые приводят к удешевлению национальной валюты, к удешевлению евро. Падает производство, падает спрос на товары. И необходима инфляция. Необходима инфляция как минимум в районе 1,5-2%. При текущих практически нулевых значениях Европа понимает, что она уходит в спад экономический, в серьезный экономический спад. И с этим нужно как-то бороться. Пытаются бороться вот такими методами допечатывания, если хотите, денег. И это то, о чем объявил Европейский Центральный банк буквально через неделю после заседания Швейцарского банка. Была объявлена программа количественного смягчения. Программа рассчитана до середины 2016 года. В течение каждого месяца Европейский Центральный банк будет допечатывать и вбрасывать в экономику достаточно большое количество евро. И это все неминуемо ведет к удешевлению единой европейской валюты. И если для Европы на сегодняшний день это своеобразное благо, то, к сожалению, для Швейцарии это оказывается неблагоприятным фактором, потому что Швейцария как раз-таки не заинтересована в развитии инфляционных процессов на сегодняшний день. Продолжение следует...